Марк Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Неужели принятие этого закона было так необходимо? Неужели раньше не было возможности воздействовать на коллекторские агентства? Коллекторские агентства в России появились уже давно. Очень большая сфера отношений регулируется и затрагивается коллекторами. Поэтому, конечно, закон необходим в настоящее время. Очень много стало игроков на этом рынке. Очень много, к сожалению, сейчас есть просроченной задолженности. Поэтому, конечно, на сегодня закон необходим. Вы говорите, что коллекторские агентства появились давно. Вообще, зачем они нужны были? Неужели нельзя более гуманными методами добиться результата, например, через суд? Коллекторские агентства существуют во всем мире. Это один из самых цилизованных способов взаимоотношений между заемщиком и банком. Но, к сожалению, в последнее время недобросовестные игроки на этом рынке стали использовать недопустимые методы взаимодействия с заемщиками. На самом деле, первоначально и основная задача коллекторского агентства выступит посредником между банком и гражданином. То есть он решает не только вопрос взыскания долгов, но и реструктуризации долга, правильных отношений. То есть выступает таким своего рода медиатором. Почему это не цивилизованность у нас в стране рвется? Я думаю, что это как раз та причина, по которой принимается закон. В нашей стране не было этого закона, и эта деятельность ничем не регулировалась. Ни какими нормативно-правовыми актами. Поэтому сегодня и в дальнейшем, если закон будет принят, то, конечно, это сильно ограничит коллекторские агентства в той агрессии, которая возможна. Я думаю, что добросовестные коллекторские агентства, те, которые действительно выполняют ту на них возложенную функцию, обществом. Конечно, они тоже выиграют этого закона, и не надо думать о том, что этот закон против коллекторских агентств. Я думаю, что это против недобросовестности, против такого легального рэкета, можно сказать, направленный этот закон. То есть это получается такая чистка рынка? Безусловно. Я думаю, что этот закон придет к саморегуляции этого сектора рынка, и останутся большие игроки, которые имеют все инструменты взаимодействия как с банком, так и с гражданином. Мы будем надеяться, что закон будет принят. Что делать жителям, если звонки с угрозами будут поступать и дальше? В любом случае необходимо обращаться во все возможные контролирующие организации, правоохранительные органы, иные федеральные структуры, которые обеспечивают защиту персональных данных, защиту покоя граждан, и обращаться с этими заявлениями. Насколько я знаю, в проекте закона заложены очень крупные штрафы для этих организаций. До двух миллионов. До двух миллионов рублей. Я думаю, что в ходе чтений, возможно, примут поправки о дисквалификации в дальнейшем и запрете заниматься такими услугами каких-то лиц. То есть разрабатываются разные проекты, идет обсуждение. Я думаю, что депутатский корпус примет взвешенное решение, которое поможет не допустить и впредь, кроме штрафов, но и какие-то административные ресурсы еще. А все, что будет касаться неприкосновенности личности, это уже уголовное наказание, да? И административное, и уголовное наказание, безусловно. Если угрожают вашей собственности, вашей жизни и здоровью, безусловно, необходимо обращаться в правоохранительные органы. Ну, будем надеяться, вы будете за исполнением закона строго следить. В той части, которая будет возложена на органы внутренних дел. Спасибо огромное.